Духа Слово третье Иоанна Златоустова на книгу Бытия Вы слышали, что по образу Божию сотворил Бог человека Относительно того, что значит по образу и подобию Сказали мы, что этим указывается на неизменность существа Не неизменность существа, а подобие господства А по подобию значит быть кротким и тихим И по возможности уподобляться Богу в добродетели Как говорит Христос Будете подобны Отцу Моему Небесному Как на этой обширной и пространной земле Одни животные более неразумны, а другие более свирепы Так и в области нашей души одни помыслы более неразумны и скотоподобны А другие более звероподобны и дикие Почему нужно сдерживать и побеждать Предоставляя власть над ними разуму Но как скажут победить зверские помыслы Что ты говоришь, человек? Мы одолеваем львов и укращаем их нрав И ты сомневаешься в том Можешь ли звероподобный помысл изменить кроткий? Тогда как льву свойственна дикость по природе Кротость же противеестественна Тебе напротив По природе свойственна кротость и неестественна дикость Так ты ли, изгоняющий из души зверя естественной и влагающий в нее неестественное Не можешь сохранить в собственной своей душе то, что ей свойственно? Какая же эта беспечность? В отношении к душе львов есть, кроме того, и другая трудность Душа зверя не имеет разума И однако вы часто видели, как по площади водят львов Более смиренных, чем овцы И многие хозяева лавок дают вожатому деньги В награду за искусство и умение С каким он укоротил зверя А твоя душа имеет и разум, и страх Божий И множество пособий со всех сторон Не представляй же мне предлогов и извинений Возможно, тебе, если хочешь быть кротким и тихим Сотворим человека по образу и по подобию нашему И довладычествует над зверями Бытие 1.26 Здесь возражают нам элены и говорят, что эти слова неверны Потому что не мы обладаем зверями, а не нами Причиняя нам большое беспокойство Это совсем неправда Достаточно появления человека, чтобы зверь удалился Такой у них страх нам А если где-нибудь делают нападение Или будучи вынуждаемы к тому голодом Или потому, что мы сами нередко тесним их И доводим до крайности То это не может служить признаком совершенного господства Ведь если кто из нас, увидев приближающихся разбойников Возьмет оружие и выступит на защиту То это будет проявлением не власти, а большой заботливости о своей жизни Однако не этим только я защищаю Ну и другим А чем полезно и вам услушать Я не отрицаю и признаю сам, что мы боимся и страшимся зверей Что мы потеряли власть над ними Но это не делает неправым божественным законам Вначале было не так А боялись зверей, трепетали и склонялись перед человеком Как пред господином Но когда мы лишились дерзновения и чести То сами стали бояться их Откуда это видно? Привел Бог зверей к Адаму Видеть, как он назовет их Бытие 2.19 И Адам не убежал в испуге Но дал им всем имена Как подчиненным ему рабам Это знак владычества Потому что Бог и поручил Адаму дать имена Что хотел показать через это достоинство его власти И какие он дал имена Те с того времени оставил за ними Как наречет человек всякую душу живую Так и было имя ей сказано Это одно доказательство того Что в начале звери не страшны были человеку Вторым же и более ясным Чем первым доказательством Служит разговор змея с женою Если бы звери были страшны людям То жена, увидев змея Не оставалась бы на месте Но убежала бы Не приняла бы совета Спокойно не разговаривала бы с ним А тотчас, как увидела Испугалась бы и удалилась Между тем она разговаривает А не пугается Потому что еще не было этого страха А когда вошел грех То отняты и честь И как между слугами исправны И страшны для товарищей Дурные же боятся и сослужителей Так случилось и с человеком Пока он имел дерзновение к Богу До тех пор страшен был для зверей А когда пал То стал уже бояться И последних из царабов своих Если это не так То докажи мне Что до греха звери были страшны людям Но ты не имеешь такого доказательства Если впоследствии вошел страх Ну и это Дело попечения Господа Если бы данная Богом человеку Честь вполне осталась при нем И при нарушении И преступления Данной ему Богом заповеди То ему нелегко было бы встать Когда непокорные люди Пользуются одинаковой честью Наравне с покорными То они больше предаются злу И нелегко отстают от порока Если теперь люди не хотят разумиться Когда угрожает им страх Мучение и наказание То какими были бы они Если бы не терпели Никаких наказаний За свои преступления Отсюда видно Что Бог лишил нас власти Щадя и заботясь о нас И в том еще усматривая Его неизреченное человеколюбие Адам нарушил заповедь И преступил закон А Бог не вовсе отнял у него чести И не лишил его всей власти Он отнял власть На теми только животными Которые не особенно ему нужны Для устроения жизни А животные необходимые Полезные И оказывающие много услуг Для нашей жизни Он оставил в подчинении нам Он оставил нам стадоволок Чтобы мы могли пахать И обрабатывать землю И сеять семена Оставил породы рабочего скота Чтобы они помогали нам в трудах При перевозке тяжестей Оставил стада овец Чтобы мы имели достаточно материала Для приготовления одежды Оставил еще и другие породы животных Которые доставляют нам В других отношениях большую пользу Когда Бог наказание человеку сказал В поте лица твоего Будешь есть хлеб твой Бытие 3.19 Чтобы этот пот Усилия и труд Не были невыносимыми Он облегчил тяжесть И обременительность труда Множеством бессловесных Которые участвуют с нами В этом труде и тяжестях Как человеколюбивый и попечительный Господин ударив палкой Своего слугу Прилагает кран на него лекарства Так и Бог определив наказание Всеми мерами стремится Облегчить это наказание Когда судив нас на постоянный пот и труд Вместе с тем повелел Многим породам бессловесных Участвовать с нами в труде За все это возблагодарим Его же И то, что Он дал нам честь И то, что отнял эту честь И отнял ее не всю А то, что вложил на страх зверям И все, что не рассматривает Исполнено великой мудрости Великого попечения И великого человеколюбия Которым да наслаждаемся Все мы постоянно Во славу совершающего это Бога Ему слава во веки веков Аминь 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 Аминь